друзья мои всем приветик привет привет сегодня мы с вами нарисуем такого классного старого доброго милого чебурашку давно мы с вами не рисовали гуашью поэтому будем работать сегодня гуашью также можно нарисовать его вместе с детками и так у меня вот такой квадратный скетчбук я себе приобрела и наверное я сюда буду выкладывать вот если что вот такой вот он 300 грамм но понравился он не тем что он стоил вот 207 рублей всего клуба мне показалось цена довольно таки нормальная и так берем карандашик и соответственно мы для начала нанесем разметочку в качестве тряпочек салфеточек бумажное полотенце вот у меня пополам я свернула как это отодвинем пока и намечу его фон я никакой делать не буду лишь немножко там тенюшку под ним наметим макушечку его где-то здесь то есть я не хочу чтобы он у меня да я сделаю засечки чтобы он помещался у меня как-то вот здесь вот компактно в серединке бы так и ножки тени где-то вот пускай вот здесь то будет дальше вот так посильнее вам намечу чтоб видно было так теперь его головушка тельце но приблизительно если посмотреть вот провести да вот так вот линию как бы тело его чуть-чуть под наклоном примерно половина может даже голова чуть чуть меньше половину там чуть-чуть вот это будет голова это будет у нас собственно туловище так туловище у нас будет где-то вот вот так до суда а ножки они потом там чуть-чуть выше пойдут ссылочку на картинку из интернета продана там такая маленькая ну в принципе можно в редакторе каком-нибудь просто увеличить ее там через point открыть или через что просмотр фотографий можно увеличить и намечу теперь давайте голову без ушек пока без ушек ну где-то чтобы у меня овал получился да ну приблизительно что-то вот вот так засечки поставлю и намечу теперь головешку его под небольшим наклоном рисуем такой вот что-то типа овала то есть не совсем там его прям идеальный овал да такой вот с этой стороны вот здесь где у нас линия середина проходит здесь делаем вот так вот выемочку и потом смягчаем вот так пока на вот эти лапки ничего не обращаем внимание то есть делаем вот так здесь вот середина здесь у нас будет какой-нибудь вот такие вот как острички такие рисуем у нас будут волосики дальше так вот щечка пониже чуть-чуть пониже так здесь так здесь скушено вот так вот такое дальше внутри этого овала есть более светлый овал мордашки то есть мы его тоже наметим значит немного отступаем до от макушечки краям чуть-чуть меньше вот это расстояние тоже вот такими легкими засечками я ставлю здесь тоже чуть-чуть прогибаем вот так как бы повторяем форму вот с этой стороны так как он повернулся немножко вот так да как бы голова здесь будет расстояние меньше здесь так как она немного ближе к нам немножко пошире оставляем расстояние расстояние вот это вот здесь такой вот прям наклон вот так и здесь у нас будет такой чубчик 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 дальше бровки бровки очень просто такие тоже овальчики с вот этого края чуть-чуть поуже здесь немножко пошире и здесь у нас будет она где-то вот здесь тоже здесь вот так пошире и сюда поуже бровки примерно одинакового размера ну вот они таких вот до под наклоном дальше глазки глазки середина да вот наша середина проводим под небольшим наклоном линию вот так и глазки у нас будут смотрите как вот бровка глазик будет где-то вот ну вот что то такое довольно таки крупные такие глазки рисуем кружочки и здесь тоже глазик немножечко крупнее опять таки потому что он ближе к нам не сильно не так как мы соу рисовали за там разница такая прям заметная сделали дальше внутри этого глазика мы вот так вот прорисовываем то есть вот здесь у нас такой как месяц должно остаться беленькая соответственно с этой стороны также и вот здесь будут небольшие такие белые ближе очки овальчики тоже таки показали около вот этой вот части части господи глазиком если посмотреть краешек вот этого носика то вот если провести параллельно вот этой линии на линию то она вот ну на глаз как бы заходит то есть где-то между глазок вот так рисуем такой треугольничек небольшой и внизу вот так вот дуга и эти края чуть закругляем носик ротик теперь значит смотрим вот этот уголок рта его где тут если опуститься вниз вот на уровне как бы так сказать крыло носа да а вторая часть второй уголок рта выходит чуть-чуть вот сюда нет даже это много секундочку он чуть-чуть до глазика не доходит если опустить вот так линию вот так где-то вот не доходит до глазика и намечаем такой вот треугольничек и здесь вот так вот его улыбочка дальше теперь давайте пока ушки не будем сейчас наметим туловище значит здесь у нас закрыта рукой но если провести линию то мы увидим что вот где-то от уголка рта вот так вот вниз вот здесь где-то начнется по по диагональки начнется туловище где-то вот отсюда будут выходить и мы чертим такой вот трапецию как бы здесь у нас выходит где-то вот край глаза где-то вот отсюда здесь более наклонена здесь будет к равнее линия и теперь эти линии немножко закруглим то есть там мы не видим за рукой да но здесь вот так вот более такая выгнутая линия здесь у него немножко такой вот уголочек футболочка подняла здесь вот так вот она у идет здесь такая складочка потом отсюда у нас вот так выходит здесь прям такое у него пузико сюда пошла складочка и вот здесь у нас будет рукавчик вот не до конца футболки дамы почти вот с краю здесь намечаем вот так дугой закругленный уголок такая футболочка так дальше если вот эту трапецию поделить пополам опять-таки да примерно то все примерно мультяшек почему легко рисовать потому что мы как бы это не человек да то есть таких прям конкретных пропорций не надо дальше лапка его вот это она у нас тогда сюда где-то вот доходит заходит на кофточку вот так вот такой большой крупный овал рисуем и здесь такая вот ну как бы локоток до туда его уходит и здесь смотрите небольшой есть такой у него коготок он о чем-то так думает да и вот коготок его здесь тоже есть как будут эти пальчики да вот он загнул мы их потом покажем здесь пойдет его такая чуть-чуть шерстки здесь около рукавчика еще у нас вот здесь складочка есть дальше давайте наметим ножку вот здесь у нас выходит ножка она упирается в кофточку и такой по сути треугольник надо наметить скруглая вершинка видите закругленная вершинка такой вот большой треугольник и вот единственное что мы здесь добавляем это вот какие-то вот его ворсинки да вот эти шерстка здесь опять таки делаем неровную прямо вот как-нибудь вот так изгибаем только не сильно эту волну делайте это все таки ну нога дальше вот отсюда примерно чуть-чуть там отступаем и где-то в середину вот этой ноги такое вот закругление делаем это пузико его здесь у нас вот так пойдет шерстка его вот дальше следующая нога отсюда чуть-чуть вступаем вот здесь пойдет у нас значить вот так здесь чуть-чуть так и вот сюда она там уйдет закрыта то есть это передняя нога тает чуть дальше и вот здесь вот так вот такой вот изгиб там она изогнута у него и опять-таки тоже показываем что-то типа шерстки рука вот это значит вот так вот делаем тут немного отступаем локоток закругляем и идет он у нас вот сюда здесь опять-таки пойдет потом вот такая вот шерстка линии такие вот смягчаем закругляем то есть чтобы было интересно здесь у него на кофточке там какой-то узор но это мы потом уже я так думаю впоследствии прорисуем ну вот вроде он у нас уже похож да на ушей характерных нет и так значит ушки смотрите по вот этой вот части можно чуть выше где-то вот так проводим параллельную вот этой средней линии до параллельную линию это у нас будет вверх ушек то есть выше поднимать не надо и вот начинаем чуть ниже опускаемся доводим до этой линии чуть-чуть так то есть по размеру у нас вот это ушка будет как половина головы ну где-то вот так что-то такое придет она у нас вот сюда то есть а шкурки такие вот большие большие ушки старайтесь рисовать вот именно вот как видите я засечками вот такими вот не обязательно так как я 10 раз черкать можно просто вот так в одно движение раз 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 не стараться не вести обязательно рука дрогнет и не получится так нарисовали внешнюю часть ухо теперь примерно вот но на уровень высоты глаза вот подымаемся по диагональке чуть-чуть я подымаюсь потому что у нас же под наклоном немного здесь значит намечаем вот такие вот что-то в волосёночки да какие-то более остренькие дальше теневая часть уха вот так и вот она куда-то вот сюда вот так придет то есть смотрите расстояние да какое от края где здесь пошире здесь поуже и следующее ухо опять таки так как это ухо ближе к нам она по размеру будет немного больше немного то есть но если вот так засечь да можно вот краешек карандаша вот так сделали отметили да вот это уровень будет как как то ухо а это делаем ну чуть-чуть больше пускай будет итак начинаем значит смотрите мы начинаем его заходим чуть-чуть на голову на голову то есть если это как бы у нас где-то там за то это вот сюда заходим так и пошли вот так вот делать ушко приходит она у нас вот сюда то есть она не соприкасается с рукавчиком так опять-таки нижнюю часть уха проводим да вот по нижнему по диагональ типа вот эти вот все вот эти линии наклонные они должны быть параллельны так вот нижняя часть вот такое у нас ушко так чуть-чуть покруглили его немножко там плюс минус ничего страшного так теперь вот где-то середина глаза да вот она у нас линия где-то вот здесь пойдут на собственно вот эти волосенки здесь такая как складочка будет и тень она вот так вот даже будет вот здесь вот как-то вот так пойдет то есть если здесь конкретное видно да вот вот это вот свет это тень то здесь вот немножко такое вот разделение дальше по головешки тут вот так вот пойдет светлая часть то есть потом уже можно прорисовать вот по лапке вот здесь можно отметить здесь по его ножки вот так вот будет это в тени пузико тоже здесь на ножке вот так вот нужно отметить такие вот теневые части по кофточке тоже вот это вот часть в тени будет это на свету тень от руки то есть это уже мы потом прорисуем так сейчас я гляну все ли вам видно так палитра салфеточка карандаш убираем в сторону вот такой гуашу я буду работать от фирмы sonet значит здесь у нас цветов принципе немного коричневый естественно белила красный для кофточки так что это не какую-то красно-коричневый вот красный яркий это что-то типа наверное сиена или что-то такое но мы возьмем чистый коричневый так и для мордашки такой вот персиковый оттенок я возьму желтый чтобы смешать красный желтый и белье ну пока я думаю 4 хватит а подождите еще черный вот черный черный для глазах же так единственное что сейчас так как у меня фона не будет же я вот возьму карандашик меня с обратной стороны пластик есть и я лишние линии лишние линии уберу там где не на фон выходит в середине где-то там закраситься все равно не видно будет а вот те которые разметка это снаружи я конечно немного уберу так теперь я возьму кисточку наверное вот такую вот синтетика синтетика плоская наверное буду работать ей и себе на палитру прыгают убегают на палитру добавлю так сейчас наверно коричневый коричневого возьму пока по чуть-чуть если что потом добавлю кто-то работает я видела прям из баночек ну я иногда так делаю когда мне лень ну лучше конечно так не делать потому что пачкается красочка немножко возьму желтой тому как ее там совсем немножко понадобится еще в смеси чтобы потом не выбрасывать красненькой красненькая беленький пока не буду доставать или может достать не знаю немножко черный черный совсем немного надо там у нас в принципе глазки и там кое-где окантовочка как бы совсем немножко надо будет беленькой тоже наверно много взяла ну пускай белой у меня я набрала с запаса много-много так откладываем мастихинчик берем кисточка водичка смочила кисточку и поехали берем пока вот беру чистый коричневый начну я наверно с ушек прям вот набираю красочку и двигаюсь по ушкам видите я не пытаюсь какие-то прям очень закругленные линии делать ну то есть не вырисовываю да прям идеально ушка у нас все-таки там у него шерст когда присутствует поэтому хочется сделать более его таким живым интересно так одно это вот я светлые части закрыла здесь она у нас вот так заходит здесь волосики пойдут даже перестаралась я немного так закрываем тут такой интересный хохолок просто краешком кисточки вот вывожу мазочки покороче подлиннее так мордочку кроме ну как сказать лица его да я закрываю пока вот таким вот одним цветом не разбирая где там свет где там тень а потом уже добавлю более темных участков здесь у него лапка вот так наметили дальше собственно сама лапка тоже не буду сейчас разбирать оставляю небольшой как вы видите такую вот пустоту не прокрашенную чтобы мне не потерять вот эту лапку да чтобы я ее видела где она у меня так вот здесь кусочек немножко коричневый здесь вот у него тоже пузико вы при желании можете сделать даже какой-то фон к примеру если к примеру если так пока закрываю полностью лишь кое-где оставляю вот пустоты чтобы понимать где у меня лапка лапка заканчивается вот так вот закрыли теперь я беру так светлого у нас в принципе больше нет да и возьму прям сюда наверно либо вот так вот сделаю все таки отдельно замешаем возьму черного добавлю в коричневый сделаю его темнее и вот где у меня тут вот более темные части в ушках я закрою этим цветом более темным здесь на вот эта часть тоже вот так вот у нас более темная да и вот сюда уходит вот сюда она уходит пошла 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 и вот здесь полностью закрываем так добавлю немножко коричневого в черный и вот эта часть закрываю все таки вот темным чуть-чуть окунул в водичку немножко оттеняем с этого края вот здесь по челочке проходим легкими мазочками вот здесь у нас сюда пойдет потемнее то есть я начинаю уже смотреть где у меня свет где тень на коричневом вот здесь прохожу дальше вот эта рука у нас потемнее она в тени находится более темный коричневый также вот здесь по пузику да если вам неудобно такой кисточкой рисовать как у меня до большой крупной сразу возьмите немного меньше возьмите то чем вам комфортно работать не обязательно брать как у меня попробуйте какой вам легче то уберите так и здесь вот эта часть у нас вот так будет в тени дальше здесь на лапке тоже у нас вот так темное место и вот там внизу тоже немножко дальше вот тут по краю мордашки тоже такая темная полоса так ну и вроде бы все промыла кисточку хорошо теперь я добавлю вот сюда же попробую на желтого и немножко наверно белого так еще коричневого такой не какой-то вот такой цвет посветлее вот кое-где пройдусь сверху так все чуть-чуть беленького чтобы он посветлее был предыдущего беленького желтого пройду по вот этим светлым то есть не полностью до прорисовывая заново а так вот кое-где помелькаю более светлыми мазочками так довольно таки суховато как-то опять таки повторюсь не полностью перекрывая да вот сделая так вот поинтереснее то как бы по кругу самого уха так светлое светлое еще вот здесь немножко вот здесь по краю есть такая светлая полоса вот эта часть здесь еще краска не подсохла поэтому смешивается ведь и когда сухенько берем и минимум воды красочка такая вот как проплешинами такими ложится бы не полностью перекрывая вот здесь видите как вот здесь сухо и где-то она легла где-то остались такие вот пятнышки более темного цвета мне вот это прям нравится вот этот эффект от в гуаше так здесь чуть-чуть еще не досохла подмешивается ну мы его победим вот и и собственно здесь лапка он он по вот здесь только сделаю вот так мягче по стыку пройдусь вот так уже поинтереснее дальше кисточку промываю и сейчас я сделаю вот этот вот цвет внутри мордашки которые надо закрыть я беру желтенький немножко красненького так вот получается оранжевый и добавляем белилок еще немножко красненького вот такой вот оранжеватый оттенок да чуть-чуть белилок не совсем такой как там но у нас так как цвет коричневый темный я вот хочу чтобы у меня сама его бардашка было немножко поярче плюс это мультяшка друзья тут если мы рисуем к примеру портрет да если мы не попали в цвет кожи да там какой-то это тоже как бы такое вот условная до цвет кожи то есть цвет в портрете может даже и синие зеленые оттенки быть ну вот в принципе да вот этот бежевый скажем так оттенок вот желтая полупрозрачная плохо у меня линии мои перекрываются вот то здесь как бы если мы где-то там чуть-чуть сделали более оранжевым или более каким-то красноватым что ли более ярким не совсем скажем так естественным тут как бы особой ошибки это не будет так еще беру желтый красный белила добавляющим чтобы по плотнее закрыть так вот легонько обхожу этот коготок можно перекрыть пока потом его сверху прорисуем да и вот все остальные вот носик там до ротик они у нас темнее чем вот этот фон то есть все перекроется великолепно те больше белил сюда добавлю наверное белила титановые они такие более кроющие и вот середину вот здесь под челкой где-то да там вот каких-то местах пускай остается теневая как бы до челки то есть не нужно под каждую ворсинку заходить там закрашивать более плотненько я здесь перекрываю потому что мне линейте закрыть разметку всю свою вот так мазочка так как это у нас чебурашка я даже не знаю как там у него шерсть растет у этого животного ну стоит только догадываться да как она так вот в принципе все с этим цветом теперь я добавлю коричневого к нему вот более такой плотненький оттенок делаю кисточку плоского так с одной с другой стороны и вот тут у нас будет по собственно вот этой мордахе такая вот кинюшечка вот так вот проложили ее с этого края кисточку вот как я видите вожу вот так вот и вожу вот так краешком то есть него так плоско вот вот таким образом и вот так смягчают все достаточно это у нас теневая мордашки пока к мелким деталькам не буду переходить сейчас начну наверное закрою нашу кофточку я возьму прям чистый красный тоже хочу поярче и и так вот раз здесь вот обхожу тоже видите такой полупрозрачный какой-то свет яркий такой красивый так закрываю тоже пока полностью тут вот эта складочка у нас забываем это плотнее выложу крючком красный слой побольше чтобы не просвечивался сильно потому что сюда белила титановая красным не буду добавлять я не хочу его как-то темнить и сейчас я вот возьму красненький и добавлю в него немножко ну-ка коричневого нет наверно все таки немного черного чтобы более темненький красный получить для теневой стороны ну-ка еще можно чуть-чуть ого чуть-чуть перестаралась так и вот так вот закрываю вот эту вот теневую часть так здесь у нас как-то так не совсем ровно как бы тень падает у него там пузико да здесь поярче немножко протру вот так вот увели рубашечку в тень теперь я вот эту кисточку отложу мне такая крупная больше в принципе не нужно и возьму так чтобы мне взять да возьму я вот такую вот тоже синтетика и давайте сделаем вот пока поработаем красным у нас мы не можем рисунок сейчас там на кофточке нанести так как красный еще подвижный и вот я такой маленькой кисточкой заполню сейчас черным бровки сейчас вот посмотрите когда появляются черные брови до до этого коричневый казался таким темным потому что темнее ничего не было а сейчас когда появляется черный уже и коричневый вроде бы не настолько темный дальше прорисовываю полностью каемочку вот глазика по кругу постарайтесь это сделать тоненькая линия особенно в той части где вот этот месяц у нас до насколько это можно настолько тоненько так и закрываю плечок оставляю на стальной зрачок просто закрашиваю принципе то же самое со вторым глазиком аккуратненько обрисовываем так месяц вот этот раз сразу прорисую и теперь можно ой красный испачкалась можно было в принципе покрупнее кисточку взять ну уже закрою таки вот дальше носик носик у нас там даже и не черным такой темно-темно-коричневый я смешаю конечно черный там преобладает но все-таки он такой темно-темно-коричневый вот у меня получается как черный ну пускай будет черный это ошибкой не будет в принципе вот так носик и теперь смотрите этим же черным я сначала здесь такие вот улыбочку до нарисую засечки закрою пока этим цветом полностью ротик чтобы нам его не обрисовывать не целится до тонкую линию не делать дальше кисточку промываю теперь беру беленький и заполняю вот где у меня будет красная до заполняю сначала белым для чего сначала белым как вы думаете я вам отвечу немножко оставляю такую как бы окантовочку темную остальное все закрываю белым для того чтобы на белый у нас красный же видели он полупрозрачный то есть если я нанесу чистый красный на вот этот темную эту подложку у меня подложка эта темная будет просвечиваться и красный ярко смотреться не будет когда мы нанесли вот белый сейчас он чуть-чуть подсохнет и мы покроем красным и у нас ротик будет более яркий пока у нас подсыхает белый я возьму вот черненький с водичкой его чтобы кисточка писала тоненько лишнюю краску снимаем как писать тонкие линии смотрите видео есть на канале и вот сейчас я такими вот самым-самым краешком кисточки начинаю прорисовывать его как бы окантовочка вот это до каждой детальки какие-то шерстинки ворсинки шерстинки так в эту сторону еще водички чтобы писала так здесь мы пальчик его намечаем здесь тоже да у нас там были какие-то загнутые пальчики вот мы в чуть-чуть так вот покажем немножко дальше здесь волоски тоже раз и сюда в эту сторону тоже немножко идем и и таким образом мы вот все вот эти вот шерстиночки его вот здесь ушко прорисуем да здесь у нас вот так волоски у него идут не стараюсь повторять все как там то есть ну такими вот свободными легкими движениями еще воды если суховато идет добавляем так вот здесь у нас тоже вот такая емочка так же это ушко прорисовываем прорисовываем здесь не до конца она у нас уходит вот до суда где-то и все в принципе как и вот здесь то есть у нас она раз тень пошла туда мы чуть-чуть спускаемся вот сюда и по краю этого уха тоже делаем такие такие вот ворсинки как бы намеки на ворсинки лапка не сплошной линии а вот так вот как-нибудь и посвободнее так здесь здесь у нас складочка вот сюда так дальше здесь обрисовываем вот таким вот образом как-нибудь так вот живенько интересненько опять таки повторю не делайте прям сплошную линию если она где-то вот получается где-то толще где-то тоньше пускай так вот и остается то есть это только красивее интереснее будет вот так здесь еще так сейчас а кисточку эту промою вот сейчас я заметила что у меня что у меня вот здесь мордашка очень такая прям так побольше били вот здесь я сделаю вот так посветлее немножечко красненького вот он здесь уже подпачкана сделаю где-нибудь рядом она что она добавлю этого оттенка здесь чёрный был внизу теперь видите проблематично от него избавиться уже он помелее стало то толстенький да какой-то был и вот сейчас белый у нас подсох можем смело сюда сверху добавить красненького ведь и он ложится уже ярче чем если бы мы его по черному рисовали но надо чтобы белый подсох чтобы он был красным они разбилился так и теперь вот здесь вот давайте сделаем на собственно сам узор по футболочки я беру белила и вот что у него там какой-то такой интересный узор на кофте вот я вижу что-то вот так дуга идет какая-то потом отсюда вот так как-то поворачивает здесь сюда как лепестки такие здесь что-то типа кружочка на это я так уже сама упрощаю там более сложное что-то такое сложное интересное здесь что-то типа вот такого какой-нибудь за корючки там можно немножко края так подзбить типа листочки либо что-то не знаю кто-нибудь такие точечки по краям поставить здесь тоже что-то типа лепестков один здесь другой вот здесь 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 типа выходит веточка какая-то середине тоже довольно таки большой плотный кружок и вот и из крови у него тоже там чего-то выходит так вот какой-то такой узор здесь тоже какая-то такая интересная штучка и заканчивается он так вот сюда идет и как веточка здесь что-то типа треугольника вот такого с устрым краешком до сначала а потом вот этот край сюда закругляем это куда-нибудь там вот туда закругляем этот вот так закругляем ну это же там по краям можно какие-нибудь такие выводить что-то по точечек ну это я думаю уже не столь важен этот узор да какое можно еще нибудь свое придумать в принципе добавить что-то интересное тут добавлю немного вот здесь они слились а здесь есть такой маленький треугольничек это можно просмотреть можно для более ажурности этого узора где-нибудь вот здесь точечку поставить или ну там этого нет конечно это я уже сама придумала можно что-нибудь и здесь какие-нибудь такие пятнышки вот так вот красные поставить вот здесь допустим тут тоже чтоб скучно не было здесь добавить красного чтобы линию сделать потоньше самого этого узора вот как-нибудь как-нибудь вот так вот что-то да я ставлю наверное так единственное что мы еще с вами не сделали это мы не сделали беленьким блин чучки 1 в 1 мазучий товарой и также вот эти месяц да то есть у кого получилось очень толстый здесь вот прорисовать черным можно белым как раз таки подрезать начинаю смотрите пока на кисточке капля то есть лучше начинать где-то вот с толстой стороны части вот этого места и вот постепенно сняли там на кисточке уже чуть-чуть и тогда острые уголочки эти сделать вот так ну вот и все друзья вот такой у нас чебурашка получился единственное что я так забыла сейчас мы сделаем под ним тень вот я делаю серенький цветик кисточку взяла 5 синтетику до широкую и вот где-то так вот таким вот товарчиком смочила кисточку то есть он у нас же стоит да от него тень падает и вот так растягиваю суховато все на этом наш мастер-класс подошел к концу попробуйте нарисовать такого чебурашку с детками выкладывайте показывайте свои работы а я на этом с вами прощаюсь до скорой встречи в новых видео друзья пока пока поставьте пальчик вверх не забывайте пока не забывайте я